С началом пандемии коронавируса все учебные заведения нашей страны были вынуждены перейти в режим дистанционного обучения. Что оно собой представляет и как организован процесс онлайн-обучения? Об этом и многом другом в репортаже Руслана Джукаева. С появлением новой коронавирусной инфекции система образования подверглась большим изменениям. Весь образовательный процесс перешел на дистанционное обучение. В таком режиме сегодня работает и Северокавказская государственная академия, где учатся более 5000 студентов. Ректор Академии Руслан Гачкаров рассказал, как проходит процесс онлайн-обучения и как это повлияет на качество полученного образования. Мы взяли на эксплуатацию, на использование те платформы, которые есть. Как правило, это платформа Zoom и платформа Skype. Как это выглядит? Преподаватель сидит дома, иногда кто-то на работе. Аудитории пустые, аудиториях людей нет. Студенты находятся в дистанционном режиме на постоянной связи. И у нас учебный процесс, тот же график, тоже расписание. Всё сохранилось. Для накопления банка лекций в Академии было обустроено три видеостудии, где записывают видео лекции и ведут онлайн-занятия практически по всем направлениям подготовки. По словам Руслана Махаровича, студенты могут в любое время пересмотреть весь курс занятий и освежить знания. Для студента плюс заключается в том, что он в более свободной атмосфере, удобной для себя находится. И он может любой вопрос, любой непонятный аспект либо задать. Если уже есть у нас банк по видео лекциям, он его может повторить, посмотреть. Но, скажу так, с точки зрения овладения компетенциями теоретического плана профессиональными и качеством знаний, я думаю, что здесь учебный процесс сильно не пострадал. Режим самоизоляции также отразился и на сдаче единого государственного экзамена, и на поступление в высшие учебные заведения. Экзамен в этом году будут сдавать только школьники, которые планируют поступать в ВУЗУ, и по результатам ЕГЭ и ОГЭ они смогут сдать свои документы онлайн. 29 июня вам определяет, я уже обращаюсь к абитуриентам, график сдачи единого государственного экзамена. Вы сдаёте этот единый государственный экзамен по тем выбранным вами дисциплинам. После того, как вы получаете результаты этого ЕГЭ, вы у нас, значит, с 20 июня в Академии начинает работу приёмная комиссия наша. Она будет работу тоже проводить в дистанционном режиме. Всю подробную информацию по подаче документов можно будет узнать на официальном сайте ВУЗа в разделе «Абитуриенту». Руслан Жукаев, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева, Черкесия.